В эфире события дня в студии Мария Колосова. Здравствуйте! Как всегда расскажем вам о ключевых новостях Курской области. Особый праздник для православных куряне собрались на молебен в день Святого Георгия Победоносца. На службе побывала и Анастасия Давыдова. Куряне и власти продолжают обсуждать снос аварийных деревьев в парке Героев Гражданской войны. На месте начала работать специальная комиссия. Какие деревья было решено снести, а какие оставить, узнала Екатерина Комарецких. Купить машину, устроить шопинг или отложить на учебу, где курским школьникам и студентам заработать круглую сумму за время летних каникул, узнала Екатерина Илюхина. 5 мая православные отметили светлое Христово Воскресение – самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря. В храмах региона провели богослужения, а накануне верующие освящали куличи. Праздничным угощением куряне поделились с бойцами, которые несут службу в зоне СВО. В отправке гуманитарного груза принял участие и губернатор Роман Старовойт. Передать частичку домашнего тепла. В день Святой Пасхи 200 освященных куличей отправили бойцам и местным жителям в Первомайский район ДНР. Помимо угощений военнослужащим передали все необходимое – автомобили, приборы наблюдения и разведки, стройматериалы, медикаменты, маскировочные сети. Курская область никогда не остается в стороне. Это уже 127-й по счету гуманитарный груз. В его сборе участвовали местные волонтерские объединения совместно с правительством региона. Курская область всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать наших бойцов, как и на линии сопоставления, так и на приграничье. Мы этим еще не ограничиваем. Мы также посетим наших бойцов и приграничье, и, соответственно, тех ребят, которые проходят лечение. Конечно, не обошлось и без слов поддержки. Ко Дню Победы бойцы получат большую партию писем и открыток от школьников, книг областных и районных изданий. Нина Ганеева, Анастасия Черкова, События дня. 6 мая православные отметили еще одну знаменательную дату – День Георгия Победоносца. В храме в честь святого на проспекте Победы прошли молебен и крестный ход. В нем приняли участие в том числе кадеты, которые являются участниками военно-патриотического проекта «Георгиевский сбор». Святой великомученик Георгий Победоносец – один из самых почитаемых православными образов. Его считают покровителем воинства и символом победы добра над злом. В его честь назвали и «Георгиевский сбор». Это православно-патриотический кадетский проект. В этом году в регионе он проходит уже в 12-й раз. Александра Дроздова носит форму 4 года и мечтает поступить на службу в МЧС. Школьница считает, молодежи важно знать историю и осознавать свое место в ней. Если мы не будем знать той же самой истории, возникновения, истории всех войн, всех событий, которые происходили, без истории нет будущего, без прошлого нет настоящего. Поэтому это очень важно. Всего в Курской области 176 кадетских классов. В них обучаются почти 4000 ребят. Каждый год 6 мая в День памяти святого многие из них собираются в храме в его честь. Молебен по традиции провел митрополит Курский Ирыльский Герман. Мы с надеждой и любовью смотрим на вас, дорогие ребята, и увидим в вас нашу смену наших надежных защитников, надежных граждан и патриотов нашего Отечества. Желаем, чтобы остальные молодые люди воспитывались на лучших героических примерах. Примером для ребят стала и история самого Георгия. Он спас девушку от змея, прискакал на белом коне, сразил чудовище на повал. После у храма состоялся крестный ход с образом святого. Во время проведения СВО, во время подготовки к празднованию 9 мая Дня Победы в Великой Отечественной войне, это особенно важно, потому что ребята чувствуют свою сопричастность к тем великим победам, которые были совершены нашими предками. Почтили в этот день и память погибших героев. Куряне возложили цветы к вечному огню. Анастасия Давыдова, Геннадий Воробьев. События дня. В Курске местные жители и представители власти продолжают вместе решать, каким будет благоустройство парка Героев Гражданской войны в народе Бородино. В субботу там работала специальная комиссия. Решение о ее создании приняли на встрече 3 мая. В состав вошли чиновники, экологи и представители научного сообщества, а также инициативная группа курян. Они обошли и оценили каждое дерево, которое предполагается к сносу. Давайте вот это убирать, если нам говорят специалисты, что елкам дадут расти. Правильно? Правильно. Есть локовидных путей. Так, как у нас буква? Убираем. Что, сносим? Сносим. Бурные обсуждения разворачивались практически у каждого дерева. Поэтому прогулка комиссии по, казалось бы, небольшому парку вышла за два часа. Ее участники делились мнениями, задавали вопросы и старались прийти к консенсусу. Если дерево коллективно решали убрать, ствол помечали буквой «С». Свой протокол ввели сотрудники городадминистрации и экологи, и сами жители. Давайте его оставим. Мы можем его оставить? Мы можем его оставить. Давай все, оставляем дальше. Оставляем, поехали дальше. Власти настаивали на вопросах безопасности. Прецеденты есть. Так, по словам зампреда регионального правительства Константина Полякова, только на боевой даче при последнем урагане упали семь деревьев. Некоторые жители с ним согласились, другие продолжали отстаивать все зеленые насаждения, независимо от их состояния. Первый заммэра Николай Цибин предложил компромисс. Если у вас есть желание здесь что-то посадить, давайте мы это зафиксируем. Мы найдем саженцы, вместе с вами выйдем, и вот где будет душе угодно. Вот считаем, мы нужно в этом месте посадить липу, посадим липу. Считаем березу тут посадить, посадим березу. Акцию по высадке у Бородино новых деревьев наметили на осень. Жители смогут внести свои предложения по видам, которые они хотят видеть в парке. Окончательные итоги работы комиссии подведут вечером 6 мая, но есть промежуточные. Мы уже прошли вместе с комиссией 58 деревьев. Большинство из них, конечно, нужно выбирать, и жители с этим согласны. Но есть и те деревья, которые необходимо оставить, сделать, скажем так, санитарную обрезку. Ну, таких деревьев 7, насколько мне не изменяет память. Но, кроме того, вместе с жителями выявили те деревья, которые не были отмечены к сносу. И жители сами приняли решение, что эти деревья надо убирать. Очень-очень важно, что здесь происходит. Нам очень важно сохранить вот это все живое. На встрече жители высказывали много протестов относительно строительства фонтана и кафе в парке. Николай Цыбин заверил курян, таких планов у властей нет. В первую очередь благоустройство предусматривает лишь озеленение и организацию пешеходных дорожек. Что касается второго этапа, никаких конкретных планов по его реализации пока нет. Екатерина Комарецких, Антон Латышев, События дня. Молодые, активные и целеустремленные. Курские школьники и студенты готовятся провести каникулы с пользой. Где найти работу и какие вакансии предоставляет Центр занятости населения, расскажем в сюжете. Одной карты желаний недостаточно, чтобы исполнить свою мечту, уверен Станислав Сидоров. Лишь терпение и труд способны привести к цели. Студенту 17 и уже больше года он работает в одном из популярных ресторанов быстрого питания. Готовит вкусные бургеры и обслуживает посетителей в свободное от учебы время. Я решил работать рано, потому что я хотел купить себе автомобиль. И хочу до сих пор. Я поступил в автошколу недавно. И вот такая у меня мечта. У Сироши в компании 16 лет. Вместе со Стасом работает и его подруга Даша. Девушка не привыкла сидеть без дела. Я пришла на работу в прошлом году, летом. Хотела с пользой провести свои каникулы, познакомиться с новыми людьми. Всего в Курской области порядка 20% школьников и студентов работают в сфере общественного питания. Мы принимаем сотрудников на работу с 15-летнего возраста. В связи с трудовым законодательством в учебное время ребята могут работать не более 4 часов в день. И в летний период времени, когда у них начинаются каникулы, а также во время каникулы, когда весенние, осенние, они могут работать по 7 часов в день. Соответственно, уровень заработной платы зависит от количества отработанных часов. Получить море впечатлений и заработать деньги на карманные расходы ребята смогут на сельхозпредприятиях в качестве курьеров, вожатых, аниматоров, почтальонов, промоутеров. Работодатели охотно устраивают на предприятия студентов колледжей и техникумов. Курская область одна из первых разработала и утвердила программу, направленную на повышение занятости нашей молодежи. Программа носит межведомственный характер. В прошлом году мероприятием программы было охвачено более 96 тысяч молодых курян, 34 тысячи из которых были трудоустроены. Примечательно то, что более 5 тысяч трудоустроены наших детей, наших подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Вдобавок к заработной плате подросток может получить еще и материальную поддержку от Центра занятости населения. Для подбора вакансий школьники могут обратиться в Комитет по труду и занятости населения лично или зайти на портал «Работа в России». Екатерина Илюхина, Максим Ленов, Анастасия Черкова, Алексей Еременко. События дня. Зрелищный турнир среди киберспортсменов, танцевальные и вокальные номера, конкурс косплея. Именно этим запомнился курянам компьютерный фестиваль «Курская дуга». В Соловьином крае он прошел уже в седьмой раз. С его участниками пообщалась Нина Ганеева. Со звания главного киберспортсмена Курской области боролись участники со всего региона. В отборочном этапе приняли участие 300 человек, а самые лучшие попали в финал. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам, в том числе и виртуальным танковым боям. Игроки отмечают, для победы нужно много усилий. Большая конкуренция и большая трудоспособность. Нужно быть очень довольны играть много и по времени уделять этому новому. Так что это довольно тяжело. Для зрителей предусмотрели массу офлайн-активностей. Шахматы, зоны виртуальной реальности, турниры по разборке и сборке автоматов, выставка оружия, секция настольных игр. Эффектным украшением фестиваля по традиции стал конкурс косплея. Куряне перевоплощались в персонажей любимых компьютерных игр и аниме. Чтобы образ максимально соответствовал оригиналу, участники проявили фантазию и многие элементы изготавливали вручную. Поэтому каждый костюм получился уникальным. Вообще мне где-то 7 лет нравятся игры. И вот я открыла для себя такую игру, как Геншин и Пакт. И мне очень понравился персонаж. Вот узнала, что у нас есть курская дуга, даже есть бейджик. И я с друзьями тоже пришла, они тоже косплеят. И очень весело буду выступать в дефиле. Тем временем на основной битве навыки и умения киберспортсменов оценивала профессиональная жюри. Перспектива для победителей – это прежде всего титул лучшего киберспортсмена, который на компьютерном фестивале «Курская дуга» и присуждается. Ну и разумеется эта известность, потому как трансляцию будут транслировать еще и Федерация компьютерного спорта России. Призовой фонд для победителей составил 50, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. А для зрителей провели розыгрыш призов от партнеров проекта. Организаторы отмечают – фестиваль «Курская дуга» совершенствуется с каждым годом и привлекает к себе все больше внимания молодежи. Нина Ганеева, Сергей Малеев, События дня. Звездные битвы за качество знаний. В медико-фармацевтическом колледже КГМУ разработали проект и уже 9 лет успешно проводят зрелищную и полезную игру для студентов. Физическая строевая подготовка, навыки оказания первой помощи. Все этапы направлены на то, чтобы прокачать навыки каждого и при этом стать дружной и сплоченной командой. Помочь раненому бойцу, несмотря на языковой барьер, определить ключевую битву Великой Отечественной по отрывку фильма или четверостишью. Игровой формат помогает ребятам учиться и делать это с удовольствием. Карина Несвет привела свою команду к победе в прошлом году. Мы, конечно, медики, но все равно, так как мы еще и военно обязаны, мы заранее готовим наших студентов и привлекаем их к военно-патриотической направленности, чтобы они понимали и знали о том, как им вообще быть, как помочь другому и себе. К захватывающему квесту подключились 350 студентов. Они проходили полосу препятствий, собирали автомат, надевали противогазы, спасали условного пострадавшего в ДТП и дружно пели всеми любимые песни. Чтобы его далекая, любимая ждала! Помимо практических навыков, игра учит ребят помогать друг другу. Это важно в медицине и, конечно, в жизни. Мы гордимся тем, что мы имеем возможность подготовить наших обучающихся, не только как профессионалов в какой-то узкой медицинской или фармацевтической специальности, а именно воспитать патриота нашей страны, который любит свою родину, любит свой народ, личность с активной гражданской жизненной позицией. За 9 лет в битвах приняли участие около 1700 студентов. Для каждого они становятся ярким событием, а нравственные ориентиры, привитые в колледже, остаются путеводной звездой в дальнейшем. Кристина Леонова, Владислав Соболев, События дня. Надевали боевку на скорость, взбирались по штурмовой лестнице, преодолевали различные препятствия. Курские школьники приняли участие в традиционных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Всего ловкости и сноровку продемонстрировали 13 команд. Сначала мастер-класс от команды юниоров по пожарно-спасательному спорту, после сами соревнования. Ребята забирались на второй этаж учебной башни по пожарной лестнице и состязались в эстафете. Больше всего участников было от 12-й школы, ее представили сразу три команды. Мне понравилось то, что можно полазить по лестницам, продать какие-нибудь препятствия, ну и можно там научиться чему-нибудь новому. В итоге лучшие результаты на соревнованиях показали ребята из 49-й курской школы. На втором месте оказались ученики 12-й. Тройку лидеров замкнула команда 5-й школы. Данные соревнования популяризируют работу пожарных спасателей. Они с каждым годом пополняют наши ряды, также после окончания высших учебных заведений. Приходят к нам на службу, в том числе попадают в команду главного управления МЧС России по Курской области по пожарно-спасательному спорту. Некоторые из них сейчас уже являются мастерами спорта. Победители получили медали, грамоты и сладкие подарки. Завоевали серебро с золотым отливом. Участницы курского «Динамо-юниор» стали вице-чемпионками финала 8-ми, первенства детской и юношеской баскетбольной лиги. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Финальная игра состоялась 5 мая, а 6-го курянки уже вернулись домой. Невероятная борьба развернулась в финале. Курянки намеревались прервать серию побед безусловного фаворита этих соревнований – московского МБА Дюбл. С этой задачей «Динамовки» хорошо справлялись в начале игры и лидировали в первом периоде. Перевесить счет в свою пользу соперницам удалось только в середине второй четверти. Каким же будет исход этой встречи, не было известно до последнего. Однако столичные юниорки все же взяли верх и стали чемпионками. Курянки вернулись домой с серебряными медалями, но уверены, этот результат тоже дорогого стоит. Финал был самый сложный, потому что там девчонки поопытнее были, там уже заиграны за суперлигу. Поэтому мы настроились и выложили просто все свои силы моральные, физические. Очень сильно сплотились за этот сезон, особенно к концу. Я очень благодарна всем девчонкам и тренерам за такую химию, которую они создали вообще на протяжении всего этого сезона. Курянки рассказали, всего на первенстве дюбла они провели пять игр. Некоторые дались нелегко. По итогу турнира в символическую пятерку лучших игроков вошла Елизавета Панфилова. Просто у нас состав самый лучший. С девочками мы настолько поймали связь между друг другом, настолько у нас хорошее взаимодействие, мы научились понимать друг друга. Я думаю, вот эта награда в основном благодаря моей команде, потому что вот именно благодаря им и раскрылась и я. Медали серебряные дюбл девчонки завоевали в очень упорной борьбе. Были очень сложные игры со спартой НК Видное, были сложные игры с ОГМК и финальная игра с МБА. До последней, скажем так, минуты не было ясно, кто все-таки выиграет золотые медали. Поэтому в упорной борьбе это серебряные медали с золотым отливом. Я очень довольна и всех благодарю. Тренерский штаб, медицинский и игроков. Кстати, курянки привезли с собой и золотые медали, но уже с финала четырех чемпионата ЦФО. Он проходил в апреле в Иванове. Мария Колосова, Алексей Еременко. События дня. Яркие картины, загадочные персонажи и необычные инсталляции. В креатином кластере «Поток» прошел пресс-показ, выставки и местодействия. Работы молодых железногорских художников представили в Курске в рамках арт-фестиваля «Трансформация». Обещают, что в конце мая они вернутся в город Горняков и украсят местные улицы. Цветы, замороженные во льду. Так называется инсталляция Анжелики Челенко. Не просто застывшая в акриле зелень. Работа несет в себе глубокий смысл, говорит девушка. Она об утрате, любви и скорби. Цветы, замороженные во льду, это и есть наша светлая и бережливая память о людях, которых рядом с нами больше нет. Вот, например, вот это. Там такая фраза была. Тася вязала очень теплые свитера. Вот. И я подумала, что ее нужно сделать такой очень уютной, теплой. И там даже есть немного одуванчика. Потому что это такой цветок, который очень олицетворяет вот эту теплоту, любовь, свет. А этот арт-объект будто живой. Человек-лось. Так назвала свой проект Нина Маленкина. Грустный и одинокий. Он не может заполнить пустоту в душе ничем. Не помогают ни книги, ни телевизор. Они изображены рядом. Автор объясняет, просто ее персонажу не хватает живого общения. Как порой и всем людям. Сейчас лось немножко недоделан. У него отсутствует рога. И у него будет нырянка роги, которая будет олицетворять внутреннюю пустоту. Здесь использованы техники различные. То есть это от гобелена плетения. Его мы изучали на первом курсе. С помощью этой техники мы сделали картину. Пока еще не полностью, но делаем. Еще мы используем также нити для вязания. Для того, чтобы изобразить тот же самый шум на книгах и телевизоре. Инсталляции молодые художники представили в рамках фестиваля «Трансформация». Он проходит в регионе уже четвертый год. Обычно на творческих площадках в Железногорске. Но и в областной центр работы иногда попадают. Например, как сейчас. Главная цель создания фестиваля было вообще формирование идентичности пространства города. И также нам хотелось привлечь внимание к художнику Александру Дайнеке, колледж которого есть в Железногорске. Таким образом родилась идея создать именно фестиваль современного искусства. Кроме того, он отличается тем, что делится на общественную и профессиональную программу. 25 мая работы художников украсят улицы Железногорска. Тогда же все желающие смогут пообщаться с авторами и в рамках фестиваля принять участие в различных мастер-классах. Мария Колосова, Екатерина Илюхина и Геннадий Воробьев. События дня. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»